Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Благослови, Душа моя Господа, И вся внутренняя мое имя Святое Бог. Мы сегодня с вами поговорим об этом понятии и вообще о том, что такое пост, зачем он нужен человеку. Представим себе православный храм. Мы зашли в храм и видим перед собой огромный, красивый, величественный иконостас. Заходя в храм, если мы внимательно посмотрим, на что похож храм? Похож он на корабль. Этот корабль всегда строится алтарной частью на восток. Тот человек, который заходит в этот корабль, плывёт по Житейскому морю, плывёт на восток. Основная цель жизни этого человека — встретиться после смерти со Христом. Почему восток? Потому что мы знаем, что Господь наш Иисус Христос родился человеком именно на востоке. Об этот корабль бьются волны, житейские волны, волны раздражения, гнева, уныния, зависти, ненависти, клеветы и других антиобщественных явлений. Мы зашли в храм, укрылись от этих житейских волн. В храме свято всё и непорочно. На душе воцаряется покой, мир, радость и благодать. О чём же может нам сказать в контексте поста православный храм? За иконостасом находится святой алтарь. Что символизирует собой алтарь в храме? В алтаре особо пребывает Божий Дух. Алтарь — место присутствия Духа Божьего. Иконостас. Он ограждает, вернее, отделяет алтарную часть от храмовой части. Но ведь литургию можно служить и без иконостаса, когда епископ приезжает в какое-то место, где маленький храм не может вместить всех верующих, ставится на улице престол и литургия служится, как говорят, под открытым небом. Что для нас иконостас? Мы смотрим на иконостас и видим на нём изображение святых. Кто такие святые? Это простые люди. Один на иконостасе, только, не только человек, но и Бог. Это Иисус Христос. Мы видим простых людей, смотрим, о чём мы думаем. Как эти люди попали в иконостас? Они причащались, жили со Христом, стремились ко Христу, исполняли Божьи заповеди. И иконостас является для нас ориентиром того, к чему мы должны стремиться в этой жизни. К жизни, к общению со Христом, чтобы попасть в Церковь Небесную, которая изображена на иконостасе. Алтарь в алтаре Божий Дух. Далее идёт храмовая часть, в которой мы с вами молимся. Что молится в храме? Какая наша часть? В храме молится наша душа. О чём она молится? Она Бога благодарит, просит прощения за свои грехи, молится за живых, молится за умерших, просит чего-то у Бога с верой на то, что если нужно, Господь подаст. А если нужно, если нет Его воли святой, то Он это человеку не подаст, ради Его же блага. Ещё раз повторяем, в алтаре Божий Дух в храме молится человеческая душа. Дальше идёт та часть, которая соединяет очень часто храмовую часть с колокольней. Эта часть называется трапестной. Почему она носит такое интересное название? Откуда оно появилось? В древней церкви, когда службы были гораздо продолжительнее, протяжённее по времени, в трапезной части, чтобы подкрепить людям их телесные силы, в перерыве между богослужениями ставили столы, и люди в трапезной части принимали пищу для подкрепления своих телесных сил. Посмотрите, как интересно, как построен трихотомично храм, алтарь Дух, храм Душа, трапезное Тело. Это то первоначальное состояние человека, которое он получил от своего Создателя — Дух, Душа и Тело. Давайте посмотрим теперь на современного человека. Сначала идёт тело. Он его любит, даёт ему самую лучшую пищу, прекрасный отдых, хорошую одежду, дорогостоящее лечение, потом идёт Душа. Наступает воскресный день или церковный праздник, Душа говорит человеку, «Я хочу очиститься, я хочу соединиться с Богом, хочу пообщаться с Богом». Тело отвечает, «Я работала всю неделю, я очень устала, нужно отдохнуть». Душа не может ничего сказать, она слаба, она не может противостоять телу. Или, допустим, тело захотело сделать какой-то грех. Голос совести, который идёт из души, говорит, «Нет, нельзя, не делай этого человек, тело всё равно поступает по-своему». Душа рада бы переломить желание тела, да не может ничего с этим сделать. Возникает вопрос, почему? Ответ следующий, Душа не имеет благодати Духа Святака, она не имеет силы. Наступает пост, первые дни поста, мы начинаем ограничивать себя в пище, в развлечениях, в супружеской жизни, уделять большее время общению с Богом, молитве, уделять время изучению Священного Писания, чтению книг духовно-нравственного содержания, как всё тело наше крутит. Оно хочет развлечений, хочет той пищи, от которой оно недавно отказалось. Вот в первые дни поста человек замечает, насколько немощно его тело, насколько оно не может жить без элементарных вещей. Наступает воскресный день. Человек, измученный, изнурённый постом, приходит в храм. Исповедуется душа. Она очищается от грехов, очищается от скверны. в эту душу входит благодать Духа Святаго. Как? Через Таинство Причастия, через Святую Евхаристию, вторая, третья, четвёртая неделя поста, причастие, соборование, молитва. Наступает время праздника. Нужно разговляться, нужно вкушать ту пищу, которую человек не вкушал долгое время. И вдруг он видит, что он не хочет, у него нет желания. Он понял, что он прекрасно может без всего, от чего он отказался, он может без этого жить. Почему? Потому что его душа научилась управлять телом. Это основная цель поста. Вернуть изначальное понятие трихотомии в человека, его трёх составности, когда сначала идёт Дух Святый, который оживотворяет душу, даёт ей силы, потом идёт душа, а потом идёт тело. Многие люди говорят, я, говорят, не могу поститься в пост, мне очень тяжело. Что можно сказать? Конечно, этот человек неправ. Языком поститься может каждый из нас. Это, наверное, самое главное, что рушит наш пост. Каждый может поститься глазами, поменьше смотреть на недостатки других. Каждый может поститься ушами, поменьше слушать, как говорят про других. Каждый человек в пост может творить добрые дела. Каждый человек может молиться, может кого-то простить. И самое главное, чтобы пройти поприще поста, вот это время душеспасительное, удачно выразимся светским языком, нужно только одно, перед постом прийти в храм и сказать, Господи, благослови, помоги мне, подай мне сил сделать мою душу сильнее, подай мне благодать Святаго Духа. Вот зачем это нужно, вот какой здесь смысл и какая в этом заключается цель. Многие люди рассуждают в пост следующим образом. Мне тяжело, я не могу. Пусть человек задаст себе вопрос, вот что для меня важнее? Тело, которое рано или поздно заболеет, умрет и ляжет туда, откуда оно взято, оно в землю уйдет? Или для меня важна моя душа, которая выйдет из тела, пойдет к Богу на суд и даст ответ за всю свою прожитую жизнь? Вот почему церковь нам дает пост? Она требует от нас, как любящая мать, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы обращали внимание на свою душу, чтобы мы получали благодать Духа Святаго, чтобы эта благодать как в сосуд нас входила, оживотворяла нас, просвещала и помогала нашей душе бороть телесные страсти, те страсти и недуги, которые делает наше тело, те грехи, за которые наша душа потом будет давать перед Богом ответ. Дорогие братья и сестры, хотелось бы в дни рождественского поста нам пожелать всем духовного бодрствования прежде всего, изучения своей души, своего внутреннего мира. Как говорил великий старец, наш земляк, преподобный Амброси Оптинский, все очень просто, знай себя и довольна с тебя. Апостол Павел обращается из глубины веков ко всем нам и говорит «Кто ест, не осуждай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест». У каждого человека своя жизнь и в этой жизни свой выбор. Апост заключается не только в том, что мы ограничиваем себя в еде. Это ни в коем случае не диета, потому что у многих есть какая ошибка. Люди не ходят в храм, не исповедуются, не причащаются, не молятся, а соблюдают пост, сидят на так называемой диете, медицинской диете. И для этой диеты просто выбирают время, когда церковь заповедует соблюдать пост. «Благослови, душевая Господа, и вся внутреннее мое имя Святое Бог». Субтитры Продолжение следует...